По состоянию на утро 31 января количество инфицированных составило 15238 человек. Количество заболевших 9822 человек. Скончались 213 человек. 171 человек выздоровел, за сутки число инфицированных увеличилось на 2084 человек. Первые случаи заражения выявлены в Индии и Финляндии. В США коронавирусом впервые заразился человек, не ездивший в Китай. В России заболевших нет, говорят в Роспотребнадзоре. ВОЗ все-таки признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного. 6 тысяч туристов и членов экипажа застряли на круизном лайнере в итальянскому порту из-за подозрения на вирусу пара из Гонконга. Российское правительство закрыло наземные границы с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа и отменило все железнодорожные сообщения, кроме поезда Москва-Пекин. Инвестиционный форум в Сочи 12-14 февраля, федлайнером которого традиционно был Дмитрий Медведев, могут отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Макдональдс отменил акцию Big Mac по трем рубля на Пушкинской площади в Москве, приуроченную к 30-летнему юбилею работы сети ресторанов быстрого питания в России. Официальная причина – профилактика коронавируса. ОПЕК может провести экстренное заседание в феврале, чтобы обсудить новое сокращение добычи. Из-за вспышки инфекции цены на нефть марки Brent опустились уже до 57 долларов, это минимум за полгода. Рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не заболеть, следующие. Рекомендации Роспотребнадзора Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова